Бердские военные моряки отметили в минувшее воскресенье свой праздник. Те, кто нес службу на бескрайних морских просторах, собрались у памятного камня морякам в городском парке. В этом году празднику военно-морского флота исполнилось 80 лет. Подробности далее в выпуске. Провнение на право! В построении участвуют отдавшие годы службе в рядах военно-морского флота. Традиция проводить торжественный митинг в городском парке появилась 17 лет назад, когда здесь открыли памятный камень морякам. Все мы, жители России, гордимся этим. Служили, учились родину защищать. Андреевский флаг считается боевым знаменем корабля. Ритуал его поднятия берет начало с петровских времен. Эта традиция продолжается более 300 лет. Андреевский флаг до сих пор остается символом мужества и непобедимости российского моряка. Я в океане даже встречал однажды день военно-морского флота на подводной лодке. Обычно приходилось по праздникам или в Золотом роге, или в Амурском заливе парад был кораблей. А здесь мы были в океане, в разведке. И отмечали, как положено обычно. Это был 1957 год. Открывает торжественный митинг капитан 2-го ранга Борис Прилепский. В 50-х он окончил Ленинградское высшее военно-морское училище по специальности минер-торпедист. Служил на флоте, а после уволен в запас. День флота – это наш национальный праздник. И очень хорошо, что сибиряки с многих веков с Петров всегда были на флоте. Сибиряки всегда впереди. Сибиряки никогда не подведут нашу страну. Слава флоту! Слава флоту! Слава флоту! Даже для людей сугубо гражданских День военно-морского флота тоже событие значимое. Ведь во многих берских семьях есть свои моряки. Сегодня трое берских парней проходят службу в морском флоте. Александр учился в Майерно-морском колледже, в Новосибирске, когда мы жили. Поэтому мы так и думали, что его возьмут туда. А весной, в мае, уехал служить. Ему нравится. Но День ВМФ – это не только праздник. Минутой молчания и возложением цветов вспомнили и почтили память погибших. Вспоминают сегодня и Виктора Кришталя. Он умер после тяжелой болезни в мае нынешнего года, в возрасте 60 лет. Виктор Кришталя вложил в наше сегодняшнее событие часть своей души, часть своей жизни. Вложил традиции, которые мы будем с вами поддерживать. И которые будут поддерживать те молодые ребята, которые сегодня с нами в строю стоять не могут, потому что еще служат на флоте. Я хочу сказать слова вечной памяти всем, кто сегодня не мог стоять с нами, потому что уже отдал свою жизнь за русский флот. Виктор Кришталь участвовал в боевых действиях в Анголе и Вьетнаме. Награжден медалью за отвагу, медалью Ушакова, Нахимова и многими другими. В Берске Виктор Кришталь возглавлял общественную организацию моряков-ветеранов. Занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. День военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России – рабочие и служащие флотских учреждений.